Сегодня днём в городе на уборку территории вышли 365 снегоуборочных машин и 3439 уборщиков, включая дворников. Глава города Елена Лапушкина поставила задачу усилить противогололюдную обработку и последующую очистку уличной дорожной сети. Снегопад будет идти несколько дней. Впереди выходные и праздничные дни, но профильные службы продолжат работать в необходимых объёмах. Вся техника, все люди будут работать. Для нас праздников нет, тем более, когда идёт снег. Особое внимание уделяем местам отдыха горожан. Это наши парки, скверы, это наши набережные и, условно, тротуары. В приоритетном порядке расчистка ведётся на инфраструктурно значимых дорогах и улицах с напряжённым трафиком, маршрутами общественного транспорта. Также повышенное внимание уделяется участкам, ведущим к образовательным, медицинским и другим социальным учреждениям. На участках с многополосным движением работают специальные автопоезда. Они формируются из трёх семи плужно-щёточных машин. Следуя друг за другом, уступом, такой караван может обеспечить быструю расчистку участков по всей ширине, включая приладковые зоны. Но это, конечно, при условии, что обочины не заставлены личным транспортом горожан. Далее автопоезда спецтехники делятся и расходятся для работы на перекрёстных, более узких улицах. Данная работа происходит круглосуточно, пока идёт снегопад. Это необходимо для того, чтобы снег не скапывался на проезжей части, не образовался снежный накат. Одновременно с этим, в зависимости от количества выпущих осадков, производится ещё обработка антигололёдными материалами, основная задача которых также исключить возможность образования наледи на проезжей части снежного наката. На менее широких дорогах работают в основном тракторы и мини-погрузчики, а также большое значение имеет организация расчистки вручную. Так, у компаний, которые отвечают за уборку Самарского района, в дневную смену вышли 20 единиц техники и 30 человек. Их задача, помимо дорог, оперативно почистить тротуары, остановки общественного транспорта, спуски к набережной. Выполняя работу, ориентируются на просьбы и обращения жителей. На обращение жителей мы, конечно, реагируем, потому что есть такие участки по тротуарам, где примыкает какой-то газон. Стараемся прислушиваться к мнению, что это газоны не трогаем, аккуратнее с ними обращаемся. Деревья саженцами небольшие какие-то посажены. То есть, конечно, с жителями мы контактируем обязательно. В связи с усилением снегопада в ночь на 22 февраля управляющие организации, ТСЖ, ЖСК, районные службы благоустройства также сконцентрировали свои ресурсы на уборке территории от снега и наледи. Ответственным службам было поручено проверять готовность и исправность техники, наличие достаточного количества дворников, а также предусмотреть возможность наращивания ресурсов в условиях еще более интенсивного снегопада. Конечно, отдельным контролем это наши дворовые территории. Главы районов организовывают работу управляющих компаний, домов ТСЖ, ЖСК, других учреждений, которые находятся у них на территории. С утра в первую очередь расчищают подъезды, отмостки, тротуарные дорожки и дворовые проезды для комфортного передвижения горожан. Дворники и техника районных МБУ задействованы в уборке лестничных спусков, внутриквартальных проездов других незакрепленных территорий. Стали появляться и замечания по очистке кровель от снега и наледи. Главам районов, руководителям управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, подрядных организаций, главой города поставлена задача уделить этому больше внимания и усилить контроль. Бригады для расчистки крыш трудятся во всех районах города. Стоит отметить, что ответственность за уборку снега и наледи с парапетов, балконов, кондиционеров и карнизов лежит на собственниках жилых помещений. При необходимости они могут обратиться за помощью в свою управляющую компанию. Если ответственные организации проводят работы некачественно или несвоевременно, к ним могут быть применены меры административного воздействия. Региональная МЧС объявила желтый уровень погодной опасности. В условиях продолжающегося снегопада видимость может ухудшаться до тысячи метров. Госавтоинспекция напоминает о необходимости быть бдительными, соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и держать безопасную дистанцию. А также по возможности убирать автомобили с тех участков, где идет механизированная уборка снега, чтобы дороги и дворы были полностью почищены. Андрей Горгуленко, Григорий Пришаков, Николай Епифанов, Сергей Баскин. События.